Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчанутермии, из Тосканы. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана и Сиены, и я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе, и там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Сегодня утром я проснулась со стихотворением Александра Сергеевича Пушкина «И грянул бой, полтавский бой». Вообще независимые итальянские источники говорят о том, что уж больно много там было инструкторов, которых подослал старший заокеанский брат. И, если честно, я хочу сказать, вот большинство итальянцев, знающих, интересующихся итальянцев, этому факту очень сильно рады. Потому что такие же инструкторы на территории Италии с 1945-1946 годов делают все, что хотят. Я хочу напомнить, что, к большому сожалению, Италия и эта страна находятся под оккупацией. Именно примерно с того же самого периода. Ну что ж, я хотела бы раскрыть немножко другую тему. Кстати, тема старая. В январе месяце у нас произошла очень неприятная история. У нас официальных экскурсоводов в разных городах Италии, то есть это Флоренция, это Венеция, это Рим, это Сиена. У нас произошла неприятная история с клубом путешествий Михаила Кожухова. В общем-то, когда мы, профессионалы, ему указали на то, что вот эти вот души компании, так называемые, которые в большинстве в своем, 80% примерно, это иностранные вот эти вот, которые самые агенты, которые официально такими признанными, а все остальные, это понятно, что это вот те самые, которые сочувствуют. Цена вопросов в другом. Они работают на территории Италии, работают экскурсоводами, работают без лицензии. Я рассказывала об этом в нескольких сюжетах. Вот эти вот Бильжи, там Шендеровичи и все остальные прочие. И, видимо, они вот попытались ворваться в нашу профессию вот с таким убеждением, что здесь, на территории свободной демократической Европы, вот им здесь все будут очень рады. Значит, уденные персонажи, там когда-то в 90-е годы, в эпоху разрухи, когда нам развалили великую страну, и, в общем-то, всякая нечисть бездарная полезла и сделала даже какой-то определенный капитал себе вот на той самой волне. А потом пришли другие времена, и уже стали работать профессионалы, стали работать журналистами, телеведущими, художники появились профессиональные. И, в общем-то, потихоньку российское общество вот от этой бездарщины пошлости стало освобождаться. Вот сейчас в связи с последними событиями они перебрались сюда, вот в Европу, в частности, в Италию. И почему-то считали, что здесь им будут все очень-очень рады. Свободное европейское демократическое общество их подхватит, даст им работу. И, в общем-то, здесь они будут делать, что левая нога захочет. Потому что когда-то, в 90-е годы, как они считают, они были популярны, только непонятно чем. И получается, что вот встречают они такое сопротивление в лице профессиональных экскурсоводов, которые говорят им «нет». Нет. Значит, если хотите заниматься нашей профессией, во-первых, надо выучить язык, просто постараться его выучить, как мы это сделали, и сдать экзамены. Они не понимают, почему к ним такое отношение, почему их здесь на ура все не воспринимают. Значит, друзья, на лайф вышла статья, вышла несколько дней тому назад. И я ссылку вот на эту статью я оставлю в основном комментарии. Будьте так любезны, мои подписчики, в разных соцсетях, если у вас будет такая возможность, опубликуйте, пожалуйста, поставьте линк. Потому что мы очень даже боремся здесь, как говорится, в тылу, на территории, которая находится под оккупацией старшего заокеанского брата. Но мы все равно свои функции, мы их не забываем. И наш гражданский долг в том числе. Кстати, я хочу сказать, гражданский долг в том числе и профессионалов, то есть экскурсоводов и туроператоров. Нечего заниматься такими вещами. Так вот, прочитайте, пожалуйста, эту статью. Я прошу, кто разделяет нашу точку зрения, пожалуйста, опубликуйте в тех соцсетях, которыми вы пользуетесь. Значит, нас это очень сильно раздражало, что шендеровичи, вот эти вот бельжи, там какие-то еще приспособленцы. В Ватикане, в Риме, в Ватикане, в Ватикане их просто не пустят, потому что в Ватикане там все очень жестко. Там проверяется лицензия, там без подтверждения даже лицензии нельзя войти в музей Ватикана и в базилику Святого Петра, там все жестко. А вот в Сиене, например, в Венеции, в Риме, почему-то они сочли, что они могут вот этими делами заниматься. В Черную, естественно, не проплачивая налоги, а самое главное, при всем при этом не имея никакой профессиональной подготовки. Вот, и еще, конечно, вот эта вот ужасно неприятная вещь, что они, значит, нашу профессию уродуют каким образом? Ну, в стиле своих художеств, в стиле своих произведений. Значит, бельжа чем он занимается? Он изображает Россию там в виде гандонов. Вот, я не знаю, до чего допиться надо, но, в общем, он это делает. И, соответственно, он такими же, извините, вот, ну, как, это не моя терминология, это его терминология. В общем-то, такими же, такой же самый гандон или гандоны превращают нашу профессию. Своими вот этими алкоретритами. Я об этом рассказывала, что они в июне месяце хотели с такими же ребятами организовать на территории Италии, там где-то в Пьемонте. Но я так, насколько я поняла, по-моему, там у них вот это безобразие не состоялось, сорвалось. Но в любом случае, смотрите, сейчас пресса заинтересовалась их деятельностью, причем не первый раз. Первый раз благодаря Михаилу Шендеровичу, Михаилу Шехназарову, извините, пожалуйста, извините, оговорка произошла. Михаилу Шехназаров. Вот он несколько снял сюжетов по этому поводу, по поводу Шендеровича, там его матраса, вот, по поводу Бельжей. И слава тебе, Господи, что сейчас пресса, опять же, поддерживает, поддерживает то, что наши начинания, причем российская пресса, которая в любом случае, смотрите, не заинтересована в том, чтобы наши туристы, российские или русскоязычные туристы приезжали сюда, в Италию. Это несмотря на то, что политическая ситуация сейчас не очень спокойная, и при этом получали люди вот такие вот неквалифицированные услуги. Поэтому в любом случае, смотрите, как интересно дело обстоит. Россия борется за то, государственные СМИ, чтобы наши туристы, которые приезжали сюда, получали качественное обслуживание, они непонятно что. Поэтому вот почувствуйте разницу, почувствуйте разницу в отношении, в том числе к стране, с которой всегда и у Советского Союза и России были потрясающие отношения. Вот сейчас как бы это искусственно немножко не так, немножко не так. Но, кстати, как сказал Владимир Владимирович, что когда все встанет на свои места, первая страна, с которой в Европе мы будем восстанавливать отношения, это очень быстро. И легко получится, это как раз Италия. Поэтому цените, цените то, что российская пресса все-таки поддерживает официальную деятельность, официальных структур на территории Италии, которые обслуживают наших туристов на русском языке. Поэтому опять же хочу подчеркнуть, что если данные персонажи, такие как Бильжо, Шендероич, перейдут на английский язык, вот мы им слова не скажем, хотя там будет другой профсоюз, англоязычный профсоюз, который покажет так, что мамы не горюй. И не отмажутся они никаким образом, что вот мы за эти, за американские интересы, поэтому позвольте нам работать гидами на английском языке. В любом случае не позволят, скажут, нам это неинтересно, и не надо, не надо портить профессию, действительно, в общем-то, которую мы получали очень большим трудом. Посему, друзья, пожалуйста, вот эта статья, она будет внизу, в ссылке. Еще раз хочу подчеркнуть, что к большому сожалению, вот эти вот наши соотечественники, которые приехали сюда со своими идеями, они Италии ничего хорошего не сделали. Вот когда приезжал наш балет, приезжала Захарова, когда приезжал фигурист Плющенко, он очень много давал итальянцам, итальянской культуре, итальянскому спорту и так далее. Были прекрасные спектакли, были прекрасные концерты, но вот их сейчас не пускают, а вот эти вот либералы, они здесь, как они думают, что они здесь должны процветать, вот с их там гандонами и со всем остальных. Но мы им не дадим такой возможности, потому что это не соответствует просто формату итальянской культуры. Друзья, спасибо большое за поддержку, боремся, боремся. Вот с этим безобразием не даем обществу деградировать. Вместе мы сила, вместе мы победим. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю, и мы с вами увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok